основа шпиона и дело разве нам не надо вызвать гестапо пройдет вечность пока они сюда доберутся кто будет следить за этой свиньей ты чё охуел пес ай больно ну-ка белый свет точно ладно козлопузы моли своему марксу и ангельсу если будешь мы тебя прикончим быстро мне хуя себе он прыгает вы это видели охуеть вот странно вот артему просто люто везет то что он протупил и не стрельнул вот за что я люблю садистов они мучают жертву так долго что успеваешь ее спасти да блять меня заболели садистов он любит нашелся не тут а тоже отважный герой ну что парняшка ты у меня теперь в долгу что-то ты не выглядишь как красный то есть нас спасли орден спарта да получается а в книге вы сами до него добрались двинули к броневику подбросишь этого парня к нашей дрезине оттуда совсем рядом надо только пройти через дыру и через черную а что же с нашим заданием поверь мельнику новости о хантере куда важнее медаль получишь а с заданием я сам разберусь все встретимся на черном так и там поосторожнее мы подобрали аптечку и 8 патронов это что-то можно подобрать никто нельзя подобрать ладно я понял хорошо проходим дальше идем куда мы идем мы идем сюда патроны еще пару мертвых фашистов им патроны больше не пригодятся блин это было бы охуенная превьюшка я хочу это то что скриншотить то что скриншотим сохраняем так не обращайте меня не просто на такие мелкие мелочи мелкие паузы но это выглядит великолепно ты садись в башенку на пулемет у меня теперь есть два 2 превьюшки для этого видео удачи вам вот а благодарю тебе тоже не хворать а да ладно мы будем за пулеметом серьезно прикольно я этого вообще не помню мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно что такое было в игре и может быть они не поймут что произошла замена экипажа а как вести себя естественно я так понимаю нужно не смолять не целиться в них рейх хорошо мы посигналили я помню это место но не просто мы его приезжали на третине просто так давайте не будем просто полить свое лицо что вы тут делаете у нас в расписании нет этого рейса ну нас послали на передовой блокпост первенца доставить боеприпасы они уже получили припасы кто вы таки приказу поднять забрала шлема стоять тревога по машинам ладно ебать нормально неплохо и кто выход сразу начинается со шона ебать 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 он только кровью вылетел а он не умер окей едем дальше ебать догоняю ебать еще одна машина вообще шикарно ракил с левого борта болтек они высушал куклы на отряду отряду по низрывались ай слева никого нету слева у нас стенка это право не левая нихуясь и он мирного чё-лика решит повис мне кажется нас на ебали на свете не на фронт а на свете на штурм какой-то меня чертают мутные сомнения по этому поводу решил у нас здесь хрельнику доставить на штурм у нас повез да да где-то ктина да кто сзади то опять я не встречал да вижу минус ебать на было жестко ебать ракетницы на тебе господи да это же танк ебать танк метро ничего фуели ебать 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 что это ещё что тоется происходит эгум он прошло у нас сохранение отлично супер и двери nice вот он огонь да ебать 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 да блять опять задели еще одна машина у нас пулемет нагрелся давай 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 вижу-вижу-вижу ебать каково ебать все перегрев пизда танкуем бортом 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 танкуем ебать взорвался ебать 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 какая здесь глубина мне интересно этих метро если так задуматься я в жизни ни разу не был в метро мне вот интересно сколько там глубоко вообще вот реально у меня нет никакого понимания типа там должно быть так глубоко или это просто придумали не и откуда во там столько воды быстрее бегу как могу за вами в погоню никто не отправится опа наебать и тайника ключ сразу нихуя себе нихуя себе малина воздушка она что ее заменить то с хорошей оптикой причем мы кстати ничем не пользуемся не гранатами ничем таким особо не пользуемся не использовал замерочка первая до первая забить и это план наши кости уже обгладывали бы туннель туннельные крысы если бы нам просто не повезло в плане ульманов было всего две составляющие безумие и внезапные и внезапность фашист не зале что мы захватим их же собственные резину не ждали удара с тыла в спину ничего временам благодарных блять времена благородных поединков прошли давным-давно если нужно ударить спину чтобы выжить мы в метро бьем спину главное чтобы твоя собственная спина была всегда надежно прикрыта ну к сожалению что правда то правда так оно и есть так оно и есть блин ну это прикольно это тоже скриншоте подкриншотилась педро 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 п так проходим дальше то у нас о новая дрезина после нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось что впереди нас уже не ждет ничего страшного какая ошибка почти приехали ульман должен ждать нас на черной станции присаживаются понастроили всякой хрени гляди в оба иначе пашку снесет шутковатое местечко в этих туннелях всегда будет начеку забудешься на миг все и труп от парня только сапоги остались оба на крысе скоро мы подъедем станции вообще-то она должна быть заброшена но черт знает по 5 человек а нет там кто то есть успел или нет начинается надо скорее отсюда убираться охуенно я говорю поджигающими стреляю, а как сменить? все, а я думаю кто-то жесткий, за что-то так полегче их найти, намного держись! а что держись то? пригнить может быть ну нифига себе, слава богу у них дрезина не было, а то бы они достали нас в туннеле это кто? ебать, кто подпрыгнул, сука? мутанская тройка конечно ебать, куда? ну пиздец держись! я ж сижу мне кажется, после такого люди не выживают когда ты ебнулся, пошла в трубу и приехал дальше мне кажется, Артем как минимум уже должен был спать а а а я боливаюсь, припасы есть нихуя себе господи, да это же депо ебать сколько я слышал из-за нём кладбища поездов Вот как оно выглядит. Депо. Упыри! Гаси их, а то мы на этом плане все останемся! Снег! Уйди нахуй! Кто так много пульта жрет? Зайти нахуй! Ты тоже нахуй! Уйди нахуй! Больно! 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 Не ори! Отечка! Пульта лет! Кроме того, нахуй! Больно! 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 он взорвался помянем понял мне кажется слишком гром мне кажется игра слишком громко играет это был хороший чел наверное я его не знаю но я думаю он был хорошим человеком так что как-то это все слишком печально было а дневничок а дневничок здесь где-то дневничок спрятали но я уверен в этом нет ебать я слышу как они лают вроде карта крыса а лает интересно опять за старая опять растяжки блядь черный какой-то ебать что это за револьвера мне щас опять хуева станет опять аномалия будет мухи ебать эпичный выпуск получается блядь блядь шел нахуй сердце в пятки не ушло так жутко отмерть мой попутчик мои попутчики гибнут один за другим я ничего не могу сделать чтобы выручить их не начинает казаться что они жертвуют собой чтобы я мог идти дальше но стою ли я таких жертв сам я был бы готов умереть чтобы выполнить задание хантера но имею ли я право забирать чужие жизни кто мне дал это право хантер господь бог или я сам себе его присвоил я не знаю ебаный рататуй фонарик на полную ня-ня-ня еще одна растяжка где этот расту я ему глаз на жопу натяну но он сюда я так понимаю налево или направо я так понимаю блядь я заблудился я заблудился ровно в одной трубе угу так конечно не нужен противогаз да не нужен ладно идем дальше ничего на свете лучше нету чем бродить по ржавым трубам после смерти павла я опять остался один и я должен был как-то добраться до черной станции меня там ждал пульма ухм блядь пауки гадость вот хорошо, опять стелс блин, вроде стелс а, вы хорошие? серьезно? в этих туннелях человека не часто встретишь поговори с капитаном мы тут, знаешь, больше 1 роза присоединились сколько их там? вы видели? 10? 20? нет, не говори больше а, сейчас будет шторм и нам нужно будет отбиться, я понял ты капитан? мне к тебе я не знаю какого черта ты сюда забрался парень но лишние бойцы нам не помешают проход на станцию запечатан пока там не закончится эвакуация готовься к бою можешь забрать себе патроны которые лежат в схроне теперь ты один из нас наш отряд зовется дети подземелья иги и вы тоже сдохните друзья надеюсь нет вы должны продержаться еще несколько минут не буду врать это будет трудный бой но подумайте о ваших сыньях которые остались на станции каждый монстр а как лучше гранату кинуть? влезь к гранату кинуть где ваши жены я хочу узнать как в этой игре кидать гранаты управление клавиатура оружие огонь прицел топ оружия c атака ножом интерактив что такое? интерактив тап инвентарь на c что ли? а там такой ага во супер все понял проиграть этот бой ура блять что-то так где блять что за хуйня ветер поднялся это черные это нигеры блять что это было вставайте ребята встаем въем блять хорошо будем защищать их он умер это были черные а зачем черные их на нас направляют нам конец будрячком пацанчики будрячком врагу не сдается наш гордый варяг пощаду никто не желает хорошо перезаряжаемся нормально минус 2 минус не даем даже влазить бегут бегут побежали пины не даем даже подойти вместе что нормально нормально где бля боже я поджигательными стреляю так может нанести патронов нет нет что патроны кончились вроде нет есть боевые держать строй гибкие нанести патронов патронов скрепленную гибели бля патронов строй черные стены стены нормально блядь опять это хуйня летающая не хуй здесь орать блядь патроны кончились охуеть кто минус еще одна волна да блядь это волна черных ли почему бить и вон вообще происходит и все трупы пропали командир жив он в отрубе не не за тоже в отрубе заебись слишком много мутантов провалось через нашу оборону нужно предупредить более но я больше не боясь как видишь слушай парень ты должен найти нашу радиостанцию установить связь с полисом и поставить запись сообщением об опасности вот она я готовился к этому удачи братишка а вот он то ник и быть рычат ебать стрёмно нахуй жутко блять о дневник вот заявить мы проходим уже павлецкую на этой станции почувствовал себя как дома как на родной в днх эти люди как и мы изо всех сил цепляются за свою станцию и за свой простой быт за свое пропащую подземную жизнь за тусклую свое будущее будто бы они она сулит им спасения нет для чего они могут добиться и все чего можем добиться мы короткая отсрочка перед тем как нас всех окончательно поглотить ма и все же они не опускают руки мне тоже пройти время все меньше да ебать где-то троту и рычит на их крысы ждут заебись чему я не могу поехать то не так я должен идти да блять нашел он ведь кому довериться запрыгнуть от первого раза не могу а он доверил мне тут свою сло важную миссию где в этой главе по идее должно быть много дневников но где они спрятаны пока мы с ним будем шмалять что что да псина ты сутулая да ты вдохни сегодня блять крыса переросток да ебаный уйди нахуй про тут уй блять не дотраханый там у нас пожар и музычка это просто я вниз уходу да блять мне страшно блять мне страшно я думаю здесь должно куда-то пройти нет окей где а а типа так и выходим типа не дневника ничего здесь не будет ну ладно заебет рычать где 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 блять кто нахуй не рычи и почти на сутулая право слева вылазит готова еще одна что это бах минус минус да уйди ты да ебать еще где минус хорошо капать умерла нет 2 аптечку идем перезаряжаемся гляну звуки страшные минус так а нам куда нам туда ладно хорошо порожок с патронами ножек на ножей у нас полно хорошо дневничка здесь нету нету ебать коробка полетела так окей бежим сюды всего полно кремачок нет электричество включить нет включить шкафчик а есть ой от сейфа а сейф тоже и открытый что это подключить сварку я слышу какая то хуйня здесь рядом бегает это понимаю мне туда прямо надо идти да ой не то да блять достань да мне туда надо идти прямо идти туда мы не можем здесь я застрял значит пойдем сюда наверх здесь тоже у нас просто патроны никакого дневника не будет хорошо идем дальше ух ты о ебать это что такое что это а это бесшумная руля для стелса кстати мне нравится эта фишка тем что она проработана когда ты выстреливаешь он свой болт достает обратно он его не проебывает типа ой точнее рожок когда меняешь оружие он снимает рожок нет не работает это довольно таки прикольно типа здесь патроны действительно ценные они как в некоторых играх говорят что это патроны ценные ценные всеми разбрасываются блять опять сохранение прошло зачем нахуя а понял тут все горит что мне осталось звуком стрельбы из винтовки да где ебаный целс крыса всю жопу искусали сколько в тебя надо вообще всадить чтобы ты сдох теперь дрогу и должно было разнести опять начинается опа на нашивочка там у нас огонь здесь мутанты ага а наверх а наверх никак я не вижу пути наверх нет вижу ну это все получается наверх нельзя пока мисс только я типа через огонь перепрыгивать вот убежал пёс путливый так ты ебаная крыса сколько я мата уже сказал за этот выпуск с этими крысами это невозможно они меня бесят мне типа туда да не мне туда ты что ли ручишь так а мы нашли то что он просил нас а что здесь нужно сделать о музыка из метро ты бить мы выполнили то что он хотел включили другую музыку пойдемте пройдемте по второму этажу может тут мы что-нибудь да найдем ебать большая крыска убежала отлично я шагаю по кровавому болоту чужая кровь клюпает под моими сапогами мы с такой легкостью готовы убить друг друга убивать других людей за место пригодное для жизни за кусок мяса за идею наша стивилизация вся была построена на человеческих костях но из раструшив ее до основания даже находясь на краю погибели от когтей и зубов жутких порождений нового мира мы продолжаем участвовать друг друга у тех кто погиб сегодня наверное тоже были семьи друзья может у них даже все еще были живые родители они погибли защищая свою станцию от мутантов а не от других людей но ведь в проезде в прорезе прицела и люди и звери одинаковыми кажутся картонными мишенями сейчас я пытаюсь спасти людей от чудовищ чтобы дать им возможность перебить друг друга сами самим в общем понятно для детский плач для детский плачет что-то так крепово на самом деле на самом деле ебать что-то пуйня какая-то речит блять тут ребенок опять тот самый ребенок который появляется во всех частях сохраняем что-то привет дмитрий уходи отстанет меня мама сказала мне не подходить к незнакомому вставай дядя тебе больно дмитрий как твое здоровье рассказывай он не просыпается он умер как я теперь пойду домой ты отведешь меня я тебя не знаю но если я останусь тут меня съедят угу у тебя есть автомат ну ладно тогда я с тобой пойду так и быть а ты будешь из него стрелять по монстрам конечно буду там вопрос еще нормально что вообще расскажешь тоже просоргировать решил ну как же я оставлю тут дядю я к нему в гости пришел он меня хотел домой отвезти но монстры напали они на него как на прыг он стал стрелять но большой упырь его в шее укусил но мой дядя очень сильный он его ножом убил ты не такой сильный как дядя придется тебе помогать от вон дома где мне что так пробило на нотальги мне так захотелось перейти метро и блин не знаю почему вроде не раз уже проходил но захотелось пройти снова что ты блин бывает да бывает бывает я хочу всю серию метро я получается купил тимми по акции все части и кстати я сейчас перепрохожу я почему-то замечаю много новых деталей которые раньше почему-то не замечал их не было мне нельзя трогать но там есть патрончик вот в этом вот здесь отлично супер у меня тоже ружье есть оно в тайнике лежит я вырасту и достану но ты можешь взять пострелять да окей вообще метро это одна из любимых серий игр моих так минус блин он с ребенком даже медленнее прицел заходит то жутко неудобно ой ой смотри там дырка и здесь дырка тут нельзя гранаты кидать мама сказала что тут потолок фигово держится угу раз два блять блять какие неживучие падла возможно я раньше не играл в редукции а возможно играл в оригинал даже скорее всего я играл в оригинал куда еще были диски у меня эта игра была еще на 10 ммм так а нам куда нам явно не сюда 15 болото нам точно не сюда и на самом деле я уже прям давно не играл очень много чего забыл то игре потом где только не стоит мы уже уходим со станции круто я раньше никогда в туннеле не ходил мама сказала там страшно и дети пропадают навсегда мама сказала если дети уходят туннели мутанты их ловит едят их мозги и дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми что это там такое наверху дядя мне показывал одну картинку небо нет небо это небо да это как раскрашенный потолок я буду знаменитым я не оба видел так идем дальше думаешь мы сможем попасть на небо не на небо нет но блин не уделяет так привык спокойно то есть наверх к небу не урони меня спасибо даже не представляешь как много значит да блин по моему вторая тоже криповая но во второй части там больше пись перестрелок чем этих монстров всяких терял сына как ты сюда попал дядя умер мама у меня этот человек принес на плечах спасибо я ему помогал монстров убивать мне хотят кажется в метро эксодосе немножко атмосфера потерялась то что ты уже не бродишь по метро тоже отправился в путешествие я когда проходил метро эксодос блин как-то непривычно было господи спасибо вам спасибо моего сыночка спасли не во мне нечем отплатить возьмите хоть патрон не вот не хватает это вот в эксодосе даже до атмосферы давящих из этого мне кажется там намного меньше криповости некоторые мутанты жуткие но они блин и во всех остальных частях тоже жуткие и тебе придется поверху осторожнее у нас тут объявились новые монстры фашистами называются они устроили себе укреп позицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность на площади есть подземный переход оттуда можно попасть на черную станцию ребята выпустят тебя наверх удачи тебе охотник она больше первая часть криповая с жуткими звуками и тем что здесь давящие стены знаете я ну вот этим вот напрягает да да вот именно новый сюжет в эксодосе и это непривычно это классно да но непривычно и немножко именно этой давящей атмосферы не хватает записка она предлагает мне патроны за то что я спас ее ребенка как будто я мог поступить иначе но то что раньше казалось естественным сегодня выглядит странно а то что раньше казалось уродливым сегодня никакой никого не удивляет что делать отказаться от вознаграждения и обойтись счастливую мать принять его и признать что вытащил из пекла ребенка просто ради денег это раньше человеческая жизнь ребенка была бесценна за нее нельзя было заплатить а сегодня цена есть у каждого из нас те патроны которые не предлагают за спасение этого малыша хорошая цена жизнь простого человека одна пуля ровно столько жизни нужно чтобы отнять эту жизнь так блин я тоже когда почему-то оригинал проходил давно еще на диске блин это 2000 тоже 15 13 14 года точно не скажу но блин я вообще не пугался проходите одеты тоже вот наушники с хорошей звукопередачей и приобрел более нормальный монитор сейчас буду приобретать вебку со временем но блин давящая атмосфера прям чувствуется сейчас особенно как ты идешь метро в закрытых помещениях и слышишь как за стенами вот эти вот мутанты речат я снова поднимался наверх в холодные и липкие объятия мертвой москвы у выхода из метро меня ждала фашистская засада но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис так то враги или нет да и в 2к игра хоть и намного красивее выглядеть чем в full hd ой да где здесь у нас есть лестница можем здесь подняться это еще кто да блядь давайте повторим у нас есть 15 минут не больше чтобы открыть гермозатвор если не успеваем отступаем на базу я тут подумал почему бы нам не взорвать его господин офицер страшновато тут наверху вы торчать посмотрите-ка кто это у нас тут он думает а ты подумал швайн что нам делать когда это жалко будет будет нами захвачено как закрывать проход своей дурной башкой в общем прекратить демагогию рейксфюрер дал нам четкое задание захватить станцию бесшумно и быстро натюрлих натюрлих так прикольно то что немецкие фразы кидывают это просто гениально отчет опускал сам пасхалка первый раз пропасхалку это слышу не дополните дополнение обязательно буду проходить голос павла это да и у голос павла он просто шедевр или шедевр шедевр он неповторимый я вообще первый раз тут и на xbox проходил я на ноутбуке проходил 1 бук вообще особо честно говоря атмосферы не передает если честно блин интересно что за пасхалка то пасхалка от этим с прицелом так это понимание кто-то сюда надо так блять или куда мне вообще надо по поэтому а я понял крадемся пока ведь потихоньку наверх за а тут куда тут не ровно назад надо интересно сейчас белую вспышку по идее должен получить я же прошел по целцу я же по целцу прошел а где белая вспышечка я типа никого не убил так не туда надо кстати хочу не передашь в этой игре то что эта игра очень сама по себе ведет туда те куда надо где сюда идет получается подсвечивается свет куда тебе нужно идти но сейчас я как конкретно туплю не понимаю мне вроде туда наверх нужно или что или кто а блять блять опять речит кто-то их можно обрезать не 10 нельзя обрезать я понял так все вижу выход этого нужно глушить проползаем так надо его вырубить аккуратно так подожди где это сообщение с прицелом этом вот это вот хочу закрепить сообщение не вот интересно что это за пасхалка это блять вроде не спалился так так я не я чего не убил его оглушил он просто прилег поспать устал человек да я хочу поток пройти я хочу пройти на хорошую концовку так где мы находим здание окей там в принципе ничего ценного нету здесь нам сюда меняем фильтр так этого просто оглушаем мне кажется на крыше есть этот мне кажется у него на крыше есть дневничок на самом деле почему не знаю растяжки растяжки хорошо сейчас поможем поищем да это же первый раз все проходил все по-шумному проходил не знаю почему мне сейчас есть желание все пройти по стелсу я тоже сейчас особо не умею играть по стелсу она все-таки приходится на прицеле в определенном акте например я видел ее когда лазал где-то ну забил но и там в прицеле я видел группу небольш небольшую там били спартанцев вроде и артем бил но не разведел так ну я хочу пройти все метрошки с дополнением потом буду играть более новые игры там мне есть определенный список приобретенный ими что я приобрел я приобрел данлайт сейчас скажу стим открою приобрел данлайт 1 и 2 вот 1 хочу перепройти и 2 я еще не проходил недавно солнце of the forest прошел я библиотека так что здесь вообще есть мне ну пока месте еще балдурскейт 3 прохожу на ютюбе и здесь тоже записываю в общем так еще купил борду третью борду третью может тоже пройду так пока мисс в ожидании сталкера второго это просто обещают но я не думаю что он выйдет 2 сентября но предзаказ я оформил блять вот видишь я просто тоже мастер стоит с трубы упал так не звонят окей так идем дальше единственного что еще неудобного это с чатом потому что мне нету монитора и когда сообщение приходит мне приходится отворачивать игру а на данный момент телефон разряжен обычно час с телефона читаю ладно хорошо буду ждать тебя так как сейчас уже прийти уйти и мы заберем его не все таки вот до сих пор мне нравится очень сильно графика в метро это просто красивые жуткие локации нашел он уходит он будет сюда заходить или не будет да он сюда заходит куда он пойдет почему такая тяжелая дышка какого-то блин заканчиваются фильтры точнее воздух фильтры заканчивается так окей он уходит здесь так помог я здесь не могу выпрыгнуть окей он как ну идет хорошо не наверх окей хорошо здесь чекпоинт у нас супер нет библиотекари будут скоро по моему вот как раз таки после этой главы мы пройдемся немножко дальше и появятся библиотекари так он будет отворачиваться или нет он ушел да мне кажется они сейчас будут разговаривать и может будут проскочить не он прям до талого стоит так а мне куда нужно ups блин это же невозможно вырубить человека в такой броне просто ударом воли он в шлеме защитном не сюда так чекпоинт значит сюда а куда дальше туда так или мне кажется просто вернуться обратно нет не обратно а мне нужно сюда чтобы сюда пройти мне нужно выдумать какой-то хитро умный план а чёрт чтобы лампочкам этим хоть не включай вовсе не увидит серьезно серьезно есть у меня предположение что мне надо пройти в эту дверь красную так хорошо зачем никто зашел здесь можете повылезти нет нельзя допустим вот так кстати говоря поставил я я вот тоже не мастер стелса блин кстати вот надо попробовать метро ласлайт пройти на хардкоре знаешь потому что на обычной сложности она легко довольно таки проходит и патронов везде хватает кстати да я тоже это проходил ласлайт по-моему там было болото вот на улице где эти щупальца еще кальмаров там мне вот такой момент случился что у меня чекпоинт и мало кислорода я эту локацию еле еле прошел крызы? может конечно и крыса все таки надо реально попробовать на хардкоре пройти потому что все равно уже как бы основные моменты ты знаешь в игре я стрелю комиссары или двух крызы 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 так быстро мы вырубаем вот мне сейчас нужно родить план как пройти мимо тех хорошо допустим одного патрулирующего я вырубил раскакиваем это на 100 тушим еще на сундук но сундук не интересует вот на хардкоре реально когда патронов не хватает ты начинаешь разгадывать все загадки в обычке ты просто как-то проходит что ли не знаю те кто это неинтересно так ты патешь ты приходишь ты там стоишь спишь пока вас еще едете и один вот там ход патрулирующий ну тут скорее всего вот этого нужно вырубить что такое все было гораздо проще чем я думал вот и дева налетают на помощь от мы попадем в лопат в локацию с этими с библиотекарями там по-моему есть фишка у библиотекарей то что они слепые и реагируют на звук и типа это значит эту фишку такое вроде бы то они проходят довольно таки легко типа я помню когда ты к ним подходишь а это враги или враги это враги я бы мужу меня стреляют и типа эти фишки то она реально порвать намного легче по-моему сейчас он и делал особо для подкора меня увидели нет мне не увидели а куда мне дальше это уже по мне стреляют это уже по мне да ведь ведь мне кажется невозможно по цеху пройти либо я слепой либо а на хрен тиме не получилось так не получилось куда мне дальше мне сюда начну и надо идти по другой стороне ну ладно я старался хотел еще теперь мне было ясно что черную станцию уже заняли фашисты но раз ульман ждал меня там я должен был рискнуть мне кажется огромный минус стелса ты пропускаешь очень много дневников всяко то такого вот так ой бать это тоже спартанец или это просто красный или красный то и есть спартанцы что так долго и где павел павел умер ладно об этом потом положение ухудшилось фашисты просто заполонили станцию тебе придется действовать одному прости уж выруби генератор в темноте будет легче проскочить охрану вот возьми но мне есть уже такая я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к по лесу кстати я вообще замечал то что проходишь игру не по стелсу а мы еще не пользуемся никогда гранатами блин кстати вот насчет этой теории не знаю что в подвале они становятся слепыми или где и блин я просто помню что это проходил типа когда они появляются выходят при них не нужно двигаться шевелиться поворачиваться типа замираешь и не тебе просто подходить вот такие на тебя смотрят могут что-то по голове тебя погладить и убежать наши дадли остается помогают но у них есть огромный минус они убивают людей это уже считается плохим действием что не приводит тебя к хорошей концовке так что не вроде помогают а вроде бы блины нет и кстати вообще замечал никогда не пользуемся ножами в игре не пользуемся гранатами особо если честно а вот нахр гениально и что они теперь выключат цвет или нет вроде отсюда слышал вроде отсюда слышал вроде со слухом у меня порядок вырежи шаги прожектор на меня перевели здесь или не здесь может дальше вот такие моменты кстати не замечал в первом метро и 2 раз при первых прошли что так можно было по трубам пройти также кто проходил локацию огромную блин ай фашистами там было тоже можно спрыгнуть вниз и пробежать по трубам по земле и получить это ачивочку за стелс концовка каноничная плохая к сожалению это грустно ну хотя если так постудить то это нихрена не грустно они сами нападали эти черные убивали людей они не шли как бы особо на контакт я даже не знаю что это осуждать за это или нет скольких людей они убили пацаны атаковали метро травили тех же этих мутантов на людей их спасли артема одного но злой ты человек я был бы я злым пошел бы в расстрельную команду работать или командиром стал я просто реальность это уж точно но слушай сам посудить все метро по уши в дерьме кроме нас почему интересно да потому что у нас порядок хоть и очень много замечаю то что игра довольно таки отличается от этого от книги артем да он и есть метро эксодос мы за него играем мне очень интересно историю метро дальше после всего этого вот белая вспышечка отлично книги вообще артем на ганзу попадал по-другому и hunter там тоже умер умер по-другому он умер от аномалии они расстреляли его он придет сюда вдруг он труп увидит нам туда понял вот грустно то что за веточки так не все собираешь стелси где кого они сейчас увидели мне интересно вспышечка так а ко мне куды это помню надо в обход или минуса и нужно туда да ладно здесь у нас просто пауки я вообще люблю собирать заметочки но блин стелси их особо не пособираешь так аптечка паукина много а почему не прошли силота стоит серьезно блять но это не от этого даже ладно не сюда да мне сюда блин кстати почему в метро не добавили как нибудь мутантов пауков это было бы довольно жутко мне кажется это бы выглядело прям пиздец как жутко хоть и второе во второе конечно они есть но это все равно не такие пауки это просто какие-то обычно крабики еще и там есть дополнение с прохождением где ты их сжигаешь их бьет фонарик блин на заметке пофиг да они ни на что не влияют но мне просто интересен лор игры не знаю почему я в играх люблю лор прочитать его всегда почему бы типа и нет собственно грива так вот мутанты пауки есть и в первой блин я не помню что в первой прямо не так были тогда что это вспышка была а мы с обратной стороны я понял блин мутанты пауки может вспомню может не вспомню но скоро на них тоткнусь наверно точно ну просто не прикольно в ласт вате то что они боятся он спит да на всякий случай метро 2 убежище советских богов на длине роднорока если силы зла одержат верх наш обычный для стад метро 2 для пастухов и их псов в начале начал пастухи не утратили еще власть над стадом они провели оттуда но потом их сила иссякла и улцы разбрелись блять голос знакомый врата соединяли эти два мира и если верить преданиям они находились на сокольнической веке за спортивным голос голос голос